Доброе утро! 23 мая уже наступила. Программа «Утро нового дня» тоже наступила. С вами ее ведущий Алис Троян, Дмитрий Попов. Да-да-да, мы уже пробудились, полны позитива и энергии. И, конечно же, разумеется, готовы разделить эти чувства вместе с вами. А нас можно смотреть на телеканал «Первый Крымский», «Крым-24». В общем, мы полны бодрости, позитива и, конечно же, хороших новостей. С которых, я думаю, нам и стоит начать, потому что наши корреспонденты трудились и побывали в новой больнице, вернее, побывали в новом отделении, где обновленное оборудование и касается это сложных больных, это касается больных с сосудами. Операционный стол, светодиодные лампы и аппарат искусственной вентиляции легких. Сосудистое отделение больницы имени Николая Семашко получило новое оборудование на сумму более миллиона рублей. Обновление медицинской техники особенно оценили хирурги. Елена Байрамова увидела, как врачи возвращают здоровье пациентам с проблемами с кровеносной системой. В палате плановый осмотр пациенток после операции протезирования подвздошной артерии, самого крупного после аорты кровеносного сосуда. У меня забиты все сосуды бляшками, холстеринами, и надо было срочно чистить, если хочешь жить. Я люблю природу, ходить по горам, собирать грибы. Я думаю, что это все мне поможет. У Натальи Шпильчук проблемы начались 9 лет назад. В последнее время состояние сильно ухудшилось. Та артерия, которая вела к подвздошной кости, не пропускала вообще кровь. Были ужасные боли. Наступать на ногу было невозможно. И без операции здесь нельзя было, потому что последствия были бы непредсказуемы. Теперь движение крови восстановилось. Я чувствую себя очень хорошо. Болей уже нет. Хирургическое вмешательство и реабилитация проводятся бесплатно за счет федеральных и республиканских средств. В этом году больницы выделили 20 квот на подобные операции. Недавно учреждение получило новое оборудование. Операционное оборудование дыхательным оборудованием, позволяющее проводить анестезию с использованием газов. Операционный стол многофункциональный, позволяющий придавать различные положения пациенту на операционном столе. Лампа многопозиционная, позволяющая хирургам самостоятельно настраивать свет. Специалисты проводят медицинские манипуляции на сонных артериях, аорте, магистральных сосудах и венозной системе. Практически ювелирная работа. Сейчас здесь проходит операция. У пациента проблемы с кровоснабжением нижней конечности. Опыт врачей и современное оборудование позволяют восстанавливать проходимость артерий. Всего в учреждении 40 медицинских работников. Из них 10 высококвалифицированных хирургов. С начала года здесь провели более 500 операций на сосудах. Новая техника позволит увеличить эту цифру. Общая стоимость оборудования получена более миллиона рублей. Постоянно мы подаем заявки на оборудование, но в связи с тем, что мы планируем переезд в новую хирургическую больницу, центр, поэтому я думаю, что там уже будет все налажено согласно всем стандартам Российской Федерации. Многопрофильный медцентр на базе больницы Симашко планируют открыть в третьем квартале этого года. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Новости 24. Пить или не пить воду из источника – это один из самых частых вопросов крымских туристов. Ответ теперь можно получить в уникальном каталоге родников. Идея его создания появилась у энтузиастов – нескольких десятков человек, которые обошли полуостров вдоль и поперек. Они не только анализируют качество воды, но и фиксируют точные координаты источника, рассказывают его историю. Эта работа заняла около 10 лет и еще продолжается. Наш корреспондент Екатерина Серегина вместе с создателями проехала по маршрутам родниковой карты. Село Клиновка Симферопольского района. Место действительно уникальное. Здесь протекает сразу несколько родников. Самый известный Свято-Георгиевский расположен под холмом, на котором в средние века возвышалась церковь. Сам родник благоустроен. Каптаж выполнен в виде часовни с изображением Георгия Победоносца. Указано, что источник освещен еще в 18 веке. Расписан и состав воды. Как говорят местные жители, она полезна при заболеваниях органов пищеварения, печени, желчного пузыря. Вода пользуется спросом. Люди приезжают из Симферополя, постоянно очередя. Ждет сейчас полтора бывает. Есть здесь и уникальная табличка 1916 года с номером, который этому источнику присвоила партия крымских водных изысканий. Она была создана в дореволюционное время для решения проблемы недостатка этого ценного ресурса на полуострове. Именно тогда большинство родников поставили на учет и провели их анализ. Сейчас по всему полуострову насчитывается несколько тысяч родников. Рассказать подробно о других решили энтузиасты на добровольных началах. Уже 10 лет они составляют интерактивную карту источников. Фотография источника или несколько фотографий, иногда видео. Описывается, дается фрагмент карты и описывается, как его найти, если у вас нет депресс-координаты, история. Усилиями нескольких десятков человек уже описаны 1200 родников и определены геоданные больше 2000. Работа продолжается, ведь, как говорят сами энтузиасты, они на половине пути. Создатели уникального каталога исследуют воду сами и отправляют на анализ в лабораторию. В питьевой воде мы проверяем на аммонийную группу. Это нитраты, нитриты, аммиак и солевой состав. В 90% случаев она пригодна для употребления. Но если вы не уверены, есть способ узнать, можно ли пить родниковую воду. Холодная должна быть вода. Во-вторых, обязательно проточная. Можно предъявить ее прозрачность. И вот этим фактором можно воду пить. Здесь холодная, приятная на вкус вода. Но самое главное, родник должен находиться выше мест жизнедеятельности человека. Населенных пунктов, дач, ферм. Поэтому из большинства городских источников пить не рекомендуется. Вода может быть мутной, содержать примеси превышения солей, нитратов. Даже если это такое знаковое место, как, например, греческий родник в Симферополе. По преданию, грек апостол Савопола в 1857 году получил здесь исцеление. Умывшись водой отсюда, он прозрел в благодарность, благоустроив это место. Но сейчас, по словам специалистов, чудом будет выпить отсюда воду и не навредить своему здоровью. Хотя местные жители все равно им пользуются. Несмотря на то, что в этот источник попадает и вода из района старого города, где, как известно, даже нет канализации. Это я не кипячу, сырую пью и варю пищу с нее. Можно и самому сдать воду на анализ в лабораторию под Веномственное министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Использовать родники можно и для общественных нужд. Для этого выдаются лицензии. Но есть условия. Организация проекта зон санитарной охраны в виде трех поясов. Схема водоснабжения, водоотведения. И указываются сроки. Сейчас выдано 70 таких разрешений. В основном на южном берегу Крыма. Родниковой водой обеспечивают жилые дома, социальные учреждения, санатории. Екатерина Серегина, Олег Черемисин и Влад Кравцов. Новости 24. Да, все-таки, несмотря на то, что Симферополь очень маленький город, все-таки город, поэтому родники, видимо, все-таки загрязнились. И теперь нет возможности у симферопольцев прямо выходить в центр города и набирать воду вкусную и полезную. Хватает прекрасных мест, конечно же, и в Судаке. Но кроме прекрасных мест нам достаточно и проблем, которые обсудили на совещании. Глава республики Сергей Аксенов со своей группой, так сказать, министров выехали на место, разобрались. В общем, особое внимание, конечно же, уделили управляющим компаниям, потому что там стандартная довольно ситуация и требует преображения. Особое внимание уделили информированию населения, потому что, как правило, люди не знают, какие работы у них проводятся. И такая проблема есть практически в каждом пятом подъезде. Ну и вот стоит задача в ближайший месяц устранить эту проблему, чтобы человек, когда выходил из дома, знал конкретно, что у него убирают, какие работы должны проводиться и когда они будут. Да, мы также помогаем освещать и информируем вас старательно о том, что же происходит. А также наши коллеги, которые уже сейчас ведут эфир Радио Крым. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Что-то вы так тщательно готовились. Мы ждали просто на включение с вами. Дима, у тебя по мимике было видно, что ты готовишься поздороваться с нами. Ой, замечательно, ребята. Расскажите, чему посвящена тема эфира ваша сегодняшняя? А вот отгадайте, чему у нас может быть посвящено. Вчерашнему совещанию, наверное, да? Бинго, Дима, бинго. Мы, кстати, только-только-только о нем сами говорили, обсуждали эту тему. Наверное, будете вспоминать сегодня же, и как глава республики пообещал выносить по дружески двери. Это обязательно. Обязательно, но не без этого. Это, наверное, топ-новость. Я тоже так думаю, причем самое впечатлительное, мне кажется, и эмоциональное, и главное, искреннее. Да, ну и второй час у нас будет посвящен теме антитеррористической безопасности и также коррупционной составляющей. Ну, в связи с недавним визитом руководителя Совета безопасности России Николая Патрушева. Поэтому будем обсуждать вот такие вот серьезные темы. Мы тоже, кстати, эту тему заденем и поговорим о учениях, которые проходили на Крымском мосту, но это у нас еще все впереди в эфире. Да, так что наши радиослушатели могут послушать и зрители посмотреть. Мы желаем вам удачного эфира и зрительного инослуха. Да, доброе утро вам еще раз, хорошего эфира. Спасибо, удачи. Взаимно, удачи. Спасибо. Да, также у нас будет много интересных гостей. Например, мы поговорим на тему метеорологии и, конечно же, о том, как же следить за работой мупов. Но об этом все будет позже, потому что сейчас самое время узнать, какой же будет погода на полуострове. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас немного продублируем информацию. Для наших слабовидящих зрителей. Для того, чтобы избежать повторного возгорания. И, как они говорят, что, скорее всего, это произошло, возможно, по неосторожности людей, которые жгли траву. Это запрещено делать, я напоминаю, потому что площадь возгорания будет неконтролируемой и может произойти какая-либо трагедия. А также горел бытовой мусор, который почему-то там находился. Я неоднократно видел в интернете объявления и фотографии животных, которые пострадали во время таких пожаров, потому что действительно мы переживаем загибель растений, но на самом деле нужно помнить, что у животных есть норки, гнезда и так далее. И некоторые не выживают после таких трагических случаев. А некоторые просто остаются без хозяев, они очень хотят, чтобы вы их любили, о них заботились, с ними гуляли. Если у вас вдруг нет такой собаки, то мы вам можем предложить свою. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103 Вот недавно мы буквально неделю назад анонсировали то, что Джон Уик 3, фильм-боевик, был прям самым долгожданным. И знаете, сборы в кинотеатрах за эти выходные буквально оправдали все эти ожидания. Действительно, они достигли максимума по сравнению с другими фильмами. И собрали 57 миллионов долларов за первую неделю. Это действительно наилучший показатель. Ну, кстати, собираются ввести определенные меры, чтобы онлайн-кинотеатры также предоставляли данные о количестве просмотров, о том, сколько зрителей посмотрело и сколько стоил этот просмотр. Потому что в основном, естественно, даже онлайн-кинотеатры, они платные. Поэтому даже глядя дома в интернете, то есть необходимо заплатить. Ну, а что же можно посмотреть в кинотеатрах, если вдруг вы все-таки любите большие экраны, хороший звук и приятные впечатления? А мы расскажем вам в своей следующей рубрике. В Государственном академическом музыкальном театре сказка «Гуси и лебеди». Маленьких зрителей ждут яркие краски пестрого хоровода и журчания реки. Красавица яблоня и теплая русская печка. Гуси и лебеди, баба-яга, гостиная нога. И маленькие зрители, и пришедшие вместе с ними взрослые будут очарованы красотой и самобытностью народной сказки. В драматическом театре имени Горького пьеса «Сезон любви». Спектакль доказывает, что унывать не стоит ни при каких обстоятельствах. Мир полон музыки и любви. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами. Спектакль создан по пьесе «Мик Лошадья» Фаша «Проснись и пой». Только эта история произошла совсем рядом. Может быть, даже с вашими соседями. Начало в 19.00. В Севастопольском театре имени Луначарского музыкальная комедия «Небесный тихоход». События развиваются в боевом авиационном полку. Летчики громят отступающих фашистов. Спектакль насыщен воодушевляющими музыкальными номерами. Патриотизм и романтические чувства буквально пронизывают эту ностальгическую комедию. Начало в 12.00. В этот день в кинотеатрах премьера Гай Ричи представляет новый художественный фильм «Аладдин». Зрители ждет увлекательное путешествие в Агробу и встреча с любимыми героями. Отважным Аладдином, обезьянкой-воришкой Абу, удивительным и неунывающим джинном, независимой и гордой принцессой Жасмин. В кинотеатрах в этот день комедия от петой мошенницы. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Для младшей аудитории – приключенческая история Маугли Дикой планеты. В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на Дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием они должны дождаться спасения и изучить окружающий мир. Сколько бы ни было новых современных классных мультфильмов, но на кинопоиске почему-то до сих пор, хотя понятно почему, в «Лидерах» остается «Жил-был пес» – мультфильм 1982 года. И по рейтингу он превышает практически все другие мультфильмы. Рейтинг у него 9,5 баллов. То есть практически все люди, которые смотрели его, ставили ему десятку. То есть самый лучший, замечательный, напомню, это мультфильм про то, как один пес из-за старости решил уйти из дома, как его выгнали, и он решил повеситься. Но там он встретил волка, который решил ему более оптимистичное решение проблемы. Ну да, нет, подожди, его, по-моему, выгнали, потому что появился ребенок в семье, и поэтому ему пришлось уйти. А потом он его спасал, я вспомнил. Да, но на самом деле это неудивительно, потому что, в принципе, советские фильмы очень пользуются большой популярностью. То есть не только мультики и, между прочим, сага о Шерлоке Холмсе тоже является чуть ли не лучшим фильмом, который был создан по рассказам Артура Конан-Дойли. Поэтому ничего удивительного. Хорошо, что есть у нас такие фильмы, и надеемся, что в будущем их будет гораздо больше. Фильмы и мультфильмы отечественного производства, которыми мы сможем гордиться. Но, тем не менее, хочется перенестись на секунду в Керч, ведь там специалисты МЧС обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. И, несмотря на то, что, да, 75 лет мы отпраздновали освобождение Крыма с того момента, но, тем не менее, продолжают находить какие-то артефакты войны, о которых бы не хотелось не то, чтобы вспоминать, а хотелось бы забыть. Но не хотелось бы, единственное, о чем забывать, это о героях, о том, что сделало для нас предыдущее поколение. И вот в Феодосии прошел конкурс, который говорит как раз-таки об этом. Более двух тысяч евреев были расстреляны на окраине нашего города. Вся промышленность была уничтожена. Человечество коснулось большая беда. Это не просто рассказ о подвигах тех, кто отстаивал родину. В Феодосии стартовал проект «География Победы». Память о собственном герое живет в каждой семье. Цель мероприятия – поделиться ей. Узнав от родителей о том, через что пришлось пройти прадеду, Анастасия решила сделать все, чтобы память о нем не угасла никогда. Призван в 41-м в Краснодарский край. Защищая Краснодар, он был ранен. Но после лечения в госпитале он снова вернулся на войну. И закончил войну уже в 1945 году, дойдя до Кёнигсберга. Черно-белые снимки, документы и другие реликвии. Каждая деталь дополняет рассказ старшеклассников. Помогает понять отчетливее, что происходило на полуострове во время Великой Отечественной. Заставляет задуматься о цене победы в период тягот и лишений. На вокзале стоял гул, стоны и плач матерей, детей которых заталкивали в товарные вагоны эшелона. Ехали долго, в полной темноте, дневной свет попадал через расширенный. Привезли на авиационный завод в городе Бремен, находившийся в лесу под землей. Жили в бараках, водили на работу под присмотром полиции. Это правильный шаг, правильный для того, чтобы ребята могли все-таки запомнить, чтобы это отложилось у них в память. Для меня, я не сомневаюсь, это память до конца жизни. 29 декабря 1941 года Феодосия была освобождена в результате спланированной и проведенной Керченской феодосийской десантной операции. Мы очень много внимания уделяем военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И я хочу заметить, что действительно наши дети, наверное, стали более внимательны к старшему поколению. В проекте, приуроченном к 75-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, приняли участие все феодосийские школы. Более 10 тысяч учеников. Его итогом станет создание интерактивной карты полуострова. На ней организаторы отметят места, где служили герои, родственники этих детей. Что еще раз подчеркнет, победить в самой кровопролитной войне можно было только сообща. Совсем недавно в понедельник был День пчел, а сегодня тоже необычный праздник. Сегодня День черепах, потому что необходимо их сохранять, и этому посвящен этот праздник. Тем более я готов отметить, что все же рука человека действительно помогла сохранить как минимум один вид, так это точно. Вот это, например, мы можем наблюдать сейчас голопоготская черепаха. У нас на экране она достигает веса до 400 килограммов, может в неволе жить 170 лет. Их было всего лишь 15 особей, но, в общем, люди вмешались в ситуацию, взяли под свой контроль и опеку, и сейчас буквально за 15 лет их стало тысяча. Вот так вот, можно сказать, спасли целый вид. Причем, действительно, покажи эту черепаху маленькому ребенку, мы подумаем, что это настоящий динозавр. Да, и она такая огромная, представляешь, за 170 лет сколько всего она увидела и узнала. Она наверняка помнит события, которые происходили в этот день столетия назад, ну а мы, если вы их не знаете и не помните, вам о них сейчас расскажем. 23 мая 1592 года инквизиция арестовала Джордана Бруно. Итальянского философа и поэта обвинили в ереси. Общество, во главе которого была церковь, сочло богохульными и опасными для масс его изречения о том, что земля круглая и вращается. Отказу от своих взглядов мыслитель предпочел казнь. 23 мая 1618 года началась 30-летняя война за экономическое первенство и превосходство вооружения в Священной Римской империи и Европе. Основная часть боевых действий прошла на территории современной Германии. В результате лишь треть населения всей страны пережила эти страшные события. Многим областям потребовалось больше века, чтобы восстановиться от последствий войны, экономического и социального упадка. 140 лет назад Иван Тургенев стал доктором гражданского права в Оксфордском университете. Великий русский писатель, первый романист, который удостоился такой чести. В этот день, в 1930 году, газета «Комсомольская правда» награждена Первым орденом Ленина. Такие знаки отличия вручали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, а также за укрепление мира и дружбы между народами. 23 мая 1934 года состоялся первый полет крылатой ракеты, спроектированной под руководством Сергея Королева. Она смогла выполнить фигуры высшего пилотажа, но не по расчетной траектории. В последующих моделях пришлось многое доработать. В этот день, 27 лет назад, между странными участницами Союза независимых государств и Соединенными Штатами Америки подписан Лиссабонский протокол. Таким образом, вступило в силу ограничение стратегических наступательных вооружений. Украина, Казахстан и Белоруссия обязались ликвидировать ядерные боеголовки. А сейчас у нас самое время обратиться к новостям, особенно значимым для водителей и для их железных коней. Итак, узнаем цены на топливо. Газ у нас стоит 26 рублей 41 копейку. Дизельное топливо 50 рублей 31 копейку. 92-й 46 рублей 27 копеек. 95-й 50 рублей 4 копейки. Ну и, разумеется, самый дорогой, самый стабильный 56 рублей 39 копеек. Итак, самое время обратить внимание не только на топливо, но и, конечно же, на курс валют. Напомню, что в последнее время они знатно падали. А вот сейчас, например, тенденция меняется, и можно отметить, что доллар стоит 64 рубля 53 копейки. И евро также сохраняет тенденцию роста 71 рубль 96 копеек. Ну и хочется отметить, что уже подвели итоги, что более миллиона туристов отдохнули в Республике Крым с начала текущего года. Еще даже лето не началось, в основной туристический сезон еще тоже не начался, но, тем не менее, уже просто колоссальное количество людей это побило рекорды. Потому что дело в том, что в 2018 году отдохнули всего за год 6,8 миллионов туристов. Это на 20% больше, чем в 2017 году, на 79% больше, чем в 2014 году. Представляете, каких мы показателей, скорее всего, сможем добиться, если будет сохраняться эта тенденция. Действительно, это радует. И тем более напомню, что большинство туристов заезжает к нам через Крымский мост, чуть менее заезжает через аэропорт и самый небольшой показатель, по-моему, через границу. Ну, я знаю, что действительно сейчас прирост огромный связан с Крымским мостом. А также хочется отметить, что трасса Таврида сейчас будет оборудоваться камерами, это очень важно. Трасса работает в тестовом режиме, поэтому, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим и будьте осторожны. И знайте, что могут прийти вам письма счастья, как их называют уже в народе, потому что, если вы будете нарушать, это все будет зафиксировано на камерах. А я напомню, что как раз-таки, что нужно делать, чтобы не превышать? Нужно двигаться со скоростью 60 км в час, а там, где ведутся строительные работы, 40 км в час. Ну, тем более, что приезжая в Крым, здесь так можно много всего посмотреть. У нас место просто создано для туристического отдыха и наслаждения жизни. Даже в Симферополе можно найти райские уголки. Ольга Литвиненко побывала в одном из них и прямо сейчас вам о нем расскажет. По кустам ходить нельзя, по газонам нельзя, запрещено. Людмила – охранник в ботаническом саду КФУ. За два года работы ее уже стали узнавать в городе. Так много людей посещает это место. Главная обязанность – женщины следить за порядком. Ведь за гостями нужен глаз да глаз. Кто по клумбе пройдется, а кто и мусор оставит. Всех нарушителей остановит свисток Людмилы. Вы знаете, когда ты работаешь в розаре, где роз везде, всякого вида, особенно очень хорошо утром, в 5 часов утра мы работаем ночью. Вот, поэтому утром птички поют. Запах не вообще ужас, очень вкусный, ароматный. У меня подружка говорит, ты знаешь, ты работаешь в раю. Людмила из тех женщин, которая предпочитает пышным букетом цветы в саду. Здесь у нее есть любимые растения, и она с трепетом ждет, когда их бутоны вновь распустятся. Белые с розовым, красные с белым, и бордовые такие. Тут три цвета на этом цвету. А вот здесь розы белые. Вот это вот куст белый. Вот я рассказываю, у меня аж мурашки по телу идут. Тут очень красиво. Тут бордовые. Вот этот куст тоже красивый. Очень большие цветы. Впереди столько месяцев, когда можно полюбоваться цветущими растениями. Если отцвели одни садовые культуры, на смену им придут следующие. Совсем недавно раскрылись пионы. Ежегодно многочисленные посетители приходят насладиться красотой и буйством красок. Я уже много лет прихожу, когда цветут здесь пионы, и я очень часто посещаю. Парк мне очень нравится. Здесь очень красиво, очень ухожено. В парке множество различных зон. Пестрые клумбы розария незаметно для глаза сменяют лиловые ветви сирени. Кленовые, сосновые, каштановые, еловые аллеи защищают парк от солнца в жаркое время. Уйти от городской суеты, подышать свежим воздухом, прогуляться с семьей и просто укрыться под сенью деревьев любят симферопольцы и гости города именно в этом парке. Для горожан это возможность прикоснуться к природе, не выезжая в лес. Расслабиться и восстановить измотанные городской суетой нервы. Да и просто посмотреть на цветущие растения. Думала розы расцвели, еще они расцвели, но пройду, когда расцветут. Я пришел любоваться сюда весенним цветением, слушать птиц. И, конечно, тут, наверное, самый свежий воздух среди всех симферопольских парков. И тут иногда можно встретить красивых девушек. Наслаждаясь красотой и ароматами, невольно забывая, что это территория университета. Здания отведены для образования. Будущие биологи, филологи, журналисты и преподавательский состав удачно расположились здесь, среди живописных видов и тенистой прохлады парковой зоны. В парке располагается учебный корпус, где занимаются студенты. Представляете, насколько им повезло? Ведь коротать перемены и окна между парами можно в такой прекрасной атмосфере. Думаю, что некоторых из них здесь посещает муза. Исторические достопримечательности – одни из самых главных ценностей сада. Дом-дворец графа Воронцова украшает центральную часть аллеи. Здание, выполненное в классическом стиле начала 19 века, поражает своей необычной задумкой. Впрочем, есть рядом еще один не менее важный памятник. Это здание, крытая черепицей с миноретами, выполненное в мавританском стиле, часто привлекает внимание гостей парка. Именно здесь когда-то жил основатель парка Академик Палас. Вход на территорию бесплатный и всегда открыт для посетителей. Поэтому за вдохновение может отправиться на прогулку сюда каждый желающий. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. А я помню, в здании с миноретами мы как-то снимали сюжет о реконструкторах. Ребята собирались, и у них была тренировка. Они были в щитах, в доспехах, в общем, занимались фехтованием. А вот мое любимое место в этом парке — это небольшие два озера или три, сколько их там. Там есть черепахи, утки, в общем, живность. И, конечно же, это не может радовать. А вот ты куда любишь гулять в этом парке? Да, я просто любила в этом парке ходить в университет, потому что место действительно удивительное. А когда вдруг наступала весна, и все раскрывалось и расцветало, действительно просто было настроение такое, что хотелось не просто учиться, а знать все на свете. А может быть, наоборот, не хотелось ничего, потому что хотелось просто валяться среди травы. То есть, ну, как повезет. Я тоже помню эти прекрасные годы обучения, тем более, когда там занимаешься и выходишь, и когда весна, ну, одна благодать. Тем более, там есть одна такая аллея по направлению к стадиону, вот там побегать по утрам вообще прям самое то. Так что рекомендую. Кстати, хочется предупредить наших жителей крымчан о том, что сегодня будет отсутствовать в ряде городов и районов водоснабжение. В Ленинском районе в селе Заветное в 7 утра будет проводиться санитарные работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды. Хлорная вода будет пропущена по разводящей сети села. Завершить санитарные работы обещают к полуночи и продолжить уже 24-25 мая. Также в Керчи будет отсутствовать вода с 8 утра до 12 часов ночи в районе улиц Заречная, Комарова, Пушкина, а также вокзального шоссе. В поселке Молодежное Симферопольского района будет отсутствовать вода с 8.30 до 5 часов вечера из-за аварийных восстановительных работ. Также в Евпатории с 10 до 5 и так-так-так. И да и все вроде бы. Можете посмотреть эту информацию на сайте, для того чтобы вы точно знали, есть ли ваша улица в списке перечисленных, и чтобы вы подготовились. Потому что заранее сообщали и просили, чтобы у вас был запас питьевой воды, чтобы вы были готовы к таким санитарно-ремонтным работам. Ну, надеемся, будем надеяться, что вода после этого станет чище. Да, и в целом экологии в этом году, да, наделяет особое внимание. Вот, например, в Судаке на совещании отметили, что там уберут свалку, которая накопилась за многие-многие годы, говорят, еще с советских времен. Она там образовывалась. То есть вначале думали, что можно вывезти этот мусор и понадобится на это 33 миллиона, но потом пришли к выводу, что необходимо полностью от них избавляться и рекультировать. А это уже сумма около 100 миллионов, но в этом году сделают проектирование этих работ, а уже окончательно завершат их в следующем году. У нас очень важная тема сегодня. Мы хотим узнать, как же гражданам контролировать работу мопов, и поэтому у нас в студии есть специальный гость. Анатолий Петров, директор предприятия ЖКХ-контроль, уже вместе с нами. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, так как же, какие основные правила, как гражданам можно проконтролировать работу, какие есть основные правила? На что нужно обращать внимание? Ну, есть жилищный кодекс. У нас есть в каждом доме совет дома и председатели дома. Это самые такие грамотные, которые наш ОНОЖКХ-контроль обучает. Это уже 4 года наша организация работает. Мы проводим постоянные семинары. Можно сказать, через день мы выезжаем из региона. Вчера были в Ялте, осматривали, как у них состояние. Особенно после визита Сергея Валерьевича были даны определенные поручения. Он сам лично посещал, ходил дома, особенно такие проблемные, откуда особо большие такие были жалобы. Встречались с теми же жителями этих домов мы. И обсуждали как-то те решения, потому что не всегда чиновники знают, как до конца путь пройти. И чтобы и МУПы, и другие управляющие организации выполняли свои функции. Но очень важно, чтобы в Крыму были управляющие организации добросовестные. Не те организации, которые просто собирают деньги. Таких мы знаем очень много, к сожалению, слишком много. И вот в результате всей работы, в том числе и жилищной инспекции, и лицензионной комиссии, председателем которой я являюсь в Крыму, главная задача, наверное, все-таки прийти к тому моменту, когда недобросовестных организаций в Крыму не будет, а будут только те, которые действительно стараются выполнить все свои обязательства, которые проговорены в тех договорах, которые есть с жильцами. А в этих договорах, в принципе, описаны все виды работы. Из вашей речи понятно, что многие из управляющих компаний свои обязательства не выполняют. Вот о каких обязательствах речь идет, как правило, в первую очередь? Ну, это все проговорено. Есть обязательные услуги, которые должны выполняться. Такие как диротизация, чтобы не было корыст, не было тараканов. Самое главное, это прописано в Жилищном кодексе, в постановлении правительства. Там главных два слова. Это комфорт и безопасность проживания в каждом доме. И в соответствии с этим все проговорены вот эти услуги. То есть дом должен быть подготовлен к зиме. Вот сейчас уже началась подготовка к зиме. Готовятся сани должны, мы понимаем, еще летом. А у нас подготовка тех хороших муниципальных образований, где и местная власть хорошо это контролирует. Например, вот так Балушкио, Портенит, и они еще там с февраля начали подготовку. То есть осмотрели дома, провели акты весенних осмотров. И все это делается обязательно самими собственниками, жильцами. То есть председатель Совета дома обязательно должен с ними обойти и посмотреть, и решить, что вот за вот этот период, до 15 сентября, когда дома должны быть готовы к зиме, вот это все должны быть мероприятия выполнены. Они должны даже посчитать вот эти все работы, посчитать, сколько это будет, стоит. И, соответственно, вот это все должно войти в кварплату. Если вот эти все мероприятия будут выполнены, тогда, когда наступит зима, холода, без всяких проблем дом включится в зимний свой период, и жалоб никаких не должно быть. Если жалобы появляются, то это как бы свидетельство о том, что дома не готовы. Но, к сожалению, да, жалоб слишком много. Так, а скажите, а куда нужно жаловаться так, чтобы действительно этой управляющей компанией занялись серьезно? Ну, все достаточно просто. Каждый собственник, если уйдет в жиловое помещение в многоквартирном доме, он имеет право обратиться прежде всего в свою управляющую организацию, с которой у них договор. А если жалобы как раз-таки на эту управляющую организацию? Нет, понимаете, бывает так, что жители берут и сразу куда-то там Путину пишут, а потом приходят оттуда сверху, пока оно дойдет, спускаются, приходят в управляющую организацию. Но они не всегда знают, что произошло, у кого-то там что-то не так в каком-то доме. Бывает там управляющая организация, у них сотни домов, почему-то они, к сожалению, не охватывают, не успевают. Но, тем не менее, вот эта жалоба приходит в управляющую организацию, как бы, на что же вы к нам сразу не обратились? Тут же выходят и сразу же все устраняют. Но это нормальные взаимоотношения, и они, как бы, ну, это ежедневная работа. Но если вот такой случай произошел, и человек, как бы, грамотный, он знает, что в первую очередь надо обратиться в управляющую организацию, тем более сейчас работает с 1 марта, ну, изменения произошли в жилищном законодательстве, и работает аварийно-диспетчерская служба, куда очень быстро дозвониться, тут же должны прийти, там очень краткие сроки, выходит сотрудник, сантехник, кто нужен, приходит, он тут же устраняет. Это должно так работать. Но если вот этого не происходит, и управляющая организация, она не добросовестная, ну, тогда у нас, Российской Федерации, следующий шаг только один. Это жилищная инспекция, это единственный такой орган, это как прокуратура в нашей жилищной сфере. И это крайний шаг, потому что после визита жилищной инспекции, а управляющая организация, вот я с ними каждый ежедневно работаю, вот общаюсь с ними, с руководителями, и они всегда говорят, не надо писать в жилищную инспекцию. Почему так боятся? Потому что наступают достаточно серьезные санкции, там штрафы, там и 300, и 400 тысяч. Но это для компаний. Да, но это считать и убить эту организацию, они понимают, что экономика очень сильно пострадает этой организацией, поэтому это крайний шаг. Обычно уже нормальная организация наша управляющая уже прекрасно понимает, что лучше отреагировать и все сделать, что необходимо. Они уже тоже подучились за вот эти вот 4-5 лет перехода на российское законодательство. И поэтому жилищная инспекция, когда придет, уже это будет как бы слишком серьезно и слишком плохо для них. Нет сомнения, что вы посещали практически многие, а то и все города, именно полуострова, смотрели, как трудятся управляющие компании, какие города, на ваше усмотрение, являются лидерами в этом вопросе, а какие отстающие? Ну, наверное, самое плохое, то, что за последнюю неделю, это, допустим, Керчь. Ну, это просто ни в какие ворота уже не входит, потому что это просто хаос. Ну, лучше меньше говорить, но очень плохо, можно сказать. А вот пример? Вот хороший пример, это вот Краснопереков, с примером, очень так неплохо. И вот я вот упоминал про Тенит, да, там очень хороший руководитель управляющей организации местной. А вот почему вы считаете, что это очень хороший пример? Ну, хороший пример, потому что когда приезжаешь, он всегда показывает тут же все документы, то у него действительно подбор документов, о чем я сказал. Главный документ для жителей – это акт весеннего осмотра. Если вот этих актов, и они неформальные, а действительно составлены на месте с жителями, с председателем Совета домов, это план работ на следующий период, до зимы. Это в течение года даже выполняются эти работы. Вот это у него обычно всегда есть. Когда мы годы три примерно назад выяснили, что всегда не успевают, да, и подготовка к зиме, когда начинается у нас там, после того, как ударят морозы, мы выяснили вот эти моменты и дали рекомендации. Давайте начнем с февраля. И вот потом, после этого, приезжаем в Алушту, собрали управляющие организации, подходят они к нам и показывают, говорят, мы уже начали. Я удивился, говорю, как вы это, ну почему, что случилось? Они говорят, ну мы услышали ваши рекомендации, проанализировали, и поняли, что это действительно, ну что времени хватило, надо же и деньги собрать, тоже квартплату подкопить, и распределить каждый вид работы, да, где-то кровля течет, они понимают, что деньги имеются, финансы, вот мы это сделаем в какой-то месяц. Они четко определяют, когда промывку делать. Уже промывка, если раньше это было тоже формально, о чем вот Сергей Валерьевич, наверное, многие слышали, да, Сергей Валерьевич тоже говорит, документы эти все формальные. Вот этот формализм, он должен соответствовать тем реальных работам, которые выполнены. И тогда вот, ну и по тем же жалобам мы можем наблюдать. Откуда много, значит, там что-то плохо, значит, там тонко, там рвется. Откуда меньше жалоб, значит, там работают как надо. Ну и бывают такие моменты, когда это взаимоотношения уже, допустим, жильцов самих, кто-то кого-то залил. Наверное, знаете, есть случаи, когда люди обращаются в суд. Ну, это уже немножко другое, потому что там уже только суд может выяснить такие моменты, кто действительно виноват, кто залил, и кто должен вот эти все, весь ущерб компенсировать. Бывает, что виновата управляющая организация, которая не выполнила свои функции, не содержит имущество общее, как положено, соответственно. И тогда происходят какие-то аварии, какой-то ущерб нанесен уже это имущество, а имущество это само жиловое помещение. Тогда, конечно, люди, ну это уже, тут инспекция уже не поможет это. Но чаще всего, опять же, к нам такие были случаи, обращались. И люди обращались к нам, мы управляющие организации говорили, судом будет хуже, поэтому давайте как бы решайте между собой. И это происходит очень часто. Да, спасибо большое. Действительно, тему можно обсуждать бесконечно, но у нас крымчане жалуются, жалуются в социальной сети, а мы собираем это в специальную рубрику «Крым онлайн», которую сейчас вам прямо и покажем, чтобы вы узнали, что же не так в нашем городе. На федеральной трассе Таврида столкнулись два грузовика и пассажирский автобус. Видео с места страшной аварии уже появилось в социальных сетях. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из грузовиков уснул за рулем. На одной из улиц Симферополя камеры наблюдения засняли весьма неприятную картину. Двое мужчин набросились на третьего и жестоко его избили. Даже когда потерпевший упал на пол, ему не перестали наносить удары. Полиция уже задержала подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Нас не обманешь. На прошлой неделе администрация поселка Гвардейская отчиталась об уборке несанкционированных свалок на кладбище. Жители не поленились и проверили. Их возмущению нет предела. Неясно одно, то ли кто-то уже успел намусорить, то ли власти хорошо пользуются фотошопом. Ни стыда, ни совести, ни страха на улице Кымской столицы орудуют цветочники. Они могут средь бела дня прямо с вашего подоконника забрать горшок с гортензией. Или вырвать только посаженное растение с корнем. Берегите свои клумбы. В здоровом теле здоровый дух. На спортивной площадке в парке имени Гагарина на возраст никто не смотрит. Упражняется и стар, и млад. Мужчина на видео тому пример. Только посмотрите, как быстро и ловко он двигается. Кстати, продолжая тему воровства растений, которая, казалось бы, неожиданная для Симферополя, потому что Симферополь очень зеленый город, и нет никакой трудности вырастить какие-либо сорта растений, потому что у нас есть Никитский ботанический сад, у нас даже в Симферополе есть Воронцовский парк, где очень много интересных растений и саженцев, поэтому непонятно, зачем люди пытаются украсть чужие цветы, хотя во многом это наверняка обосновано не их какой-то искренней любовью к определенному сорту, а желанием наживиться. Так, например, в Севастополе суд вынес приговор жителю Евпатории, который воровал насаждение в городе Героя с января по апрель 2019 года. Причем он воровал в скверах Гагаринского района, выкапывал ценные деревья и кустарники, в том числе краснокнижные. Кипарис он выкапывал, сакуру, можжевельник, ель, которые впоследствии продавал, а не высаживал у себя на участке. Как можно было бы подумать, что просто такой заядлый любитель. В результате преступных действий ему назначили штраф, более 75 тысяч рублей, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ну, штраф, я думаю, так скромно и довольна, а вот два года лишения свободы, это очень... Два года это очень серьезно, хотя казалось бы, а потому что действительно эти растения, они стоят достаточно дорого, а тем более, что... Да, поэтому я подумал, 75 тысяч, это одно краснокнижное растение, куда на порядок дороже стоит, если это дерево. Тем более, что кипарисы, которые в Крыму, да, они водятся, но тем не менее, мы знаем, как на них охотились, чтобы сделать из прекрасного и могучего дерева подставку, а теперь находятся, наконец-то, они под защитой, и мужчина все равно их продолжал выкапывать, чтобы продать. Хотя вот напоминаю, что как раз такие можжевельники, которые вы можете часто вот наблюдать, люди продают изделия из них и говорят, что вот, почувствуйте, как пахнет. Скорее всего, это обманщики, потому что они понимают, что сейчас проверки проходят регулярно, и они просто обрабатывают их соответствующими запахами, чтобы людям казалось, что это действительно можжевельники. Просто обманывают их, но и при этом не нарушают закон. А я хотел бы вернуться немножко к теме ЖКХ и к формальностям, потому что вчера на свидании на выездном совещании глава республики отметил, что довольно формально отнеслись в власти судака к просьбе, точнее, к поручению, посчитать, сколько мусора выносят местные жители и сколько необходимо нужно, как формировать этот тариф. Поэтому люди, которые занимались этим делом, они просто фотографировали бак и принесли ему отчет, и он сказал, что по фотографии сложно определить, сколько вес этого бака, и, конечно же, будет несправедливо, если, основываясь на одни снимки, будет формироваться тариф, и люди будут платить куда сумму, куда больше. А когда уже приедут туристы, их будет больше, и этот показатель будет установить куда сложнее. Поэтому вот у них есть считанные дни, чтобы установить эти показатели. Надеемся, что они успеют, но пока что мы предлагаем вам немножко отвлечься от всех серьезных тем и посмотреть самые интересные видео интернета, которые мы насобирали специально для вас. Самый необычный праздничный торт. За салатким кремом скрывается неожиданный сюрприз, но и тут не все так просто. Герой видео сначала с недоверием тянет за ленточку, но как только обнаруживает бумажку, все становится на свои места. Только оказалось, что это не один доллар, а целая лента. Такой вот универсальный подарок. И вкусно, и выгодно. Внимательность на дороге обязательна для всех и даже для больших машин с мигалками. В сеть попали кадры железнодорожной аварии сразу с двух ракурсов. Полицейский автомобиль, пропустив первый состав, сразу двинулся через переезд, проигнорировав сигнал приближающегося с другой стороны поезда. Удар огромной силы отбросил внедорожник на обочину. К счастью, пострадавшие делались лишь легкими ушибами. В высоком разрешении. Впервые в истории поверхность земного шара сняли в одном из самых передовых разрешений – 4К. Ролик с голубой планетой во всей красе разлетелся по сети. Неудивительно, кадры – завораживающие. Были сняты египетским спутником, созданным российскими специалистами. Вовлеченность этого пушистого героя принесла ролику с ним сотни тысяч просмотров. Усатый неотрывно следит за кадрами исторической баталии на экране телевизора. Напряжение настолько велико, что спокойно не усидишь. Кот, по всей видимости, очень переживает за своих любимых персонажей. Ну, а может и кино, вправду интересное. День превратился в ночь. Автор этого видео попал в настоящую песчаную бурю. Пыльное облако буквально застелило собой небо. Сквозь бежевый мглу навстречу проносятся еле заметные в этом хаосе автомобили. Несмотря на отсутствие какой-либо видимости, отважный водитель все равно продолжил движение. На вершину вулкана можно подняться по многим причинам. Как минимум, чтобы испытать себя, насладиться видами и даже сделать предложение. Именно таким необычным финалом закончилось приключение молодой канадской пары. После слез радости девушка ответила «да». После, правда, призналась, что хотела бы поскорее спуститься, так как еле стоит на ногах. Уверяем, такого вы еще точно не видели. Авиаконструкторы-любители из Японии запустили необычный самолет. Все дело в том, что пилотам оказалась специально обученная курица. После стремительного взлета Асу пришлось немедленно катапультироваться, причем не на своих двоих крыльях, а на удобном парашюте. Приземление прошло удачно. Вопрос, зачем, авторы ролика оставили без ответа. Твоя любимая рубрика, мне кажется, «Смешные животные». Ну, это абсолютно точно. У нас сейчас есть возможность понаблюдать не только за зверями, а и за людьми, потому что камеры не установлены практически везде, во всех городах Крыма. И, в общем, почувствуем себя немножко большим братом. Да, и последим за теми же, кто там уже на улицах. Так, сейчас мы видим Севастополь. Значит, на улицах Севастополь. А вот и братья наши меньшие все-таки. И мужчина нас заметил, как будто бы прямо на нас смотрел. Забавно. Слушай, действительно, вот буквально минуты две назад, мне кажется, тут было куда больше людей. И вот, видимо, транспорт подъехал, и они все разбежались. Да, даже немножко не по себе сны с этого, насколько хорошо видно людей. Потому что все-таки, когда ты находишься на улице, кажется, что ты... Ну, явно не кажется, что за тобой кто-то наблюдает. Тем более, что можно это делать в режиме онлайн. Можно даже... Я уже думала над тем, что можно созваниваться с кем-то, и будет такая видеосвязь. Кстати, да, попросить кого-то. Ребята, если есть знакомые, приходите на площадь Ушакова вот в такое-то время, примерно. Я думаю, наши телезрители знают, когда у нас эти рубрики выходят. И вот, если у вас есть такое желание, пожалуйста... Попасть в кадр, то вы можете, прогуливаясь по площади Ленина, вдруг внезапно оказаться в эфире телеканала «Первый Крымский». Или вообще организовать в такое время какой-нибудь флешмоб было бы вообще прекрасно, и как раз этой камерой можно было бы его транслировать. Кстати, недавно узнала, что оказывается на площади Ленина вот это здание музыкального театра, оно оказывается в виде комбайна. Комбайна, оно оказывается, вот то, что мы видим. Это комбайн, смотри, вон кабина, вот верхняя часть. Вот то, что мы видим, колонны, это на самом деле такой символический образ колес. Вот то, что в самом начале... А вот справа, да, немножечко, это как, да? А вот то, что мы, к сожалению, не видим, вот с левой части, то есть задний вход, чёрный вход музыкального театра, это оказывается, скажи мне, колесо, которое перерабатывает... Ну я понял, да, для обработки. Ну знаешь, я, кстати, в детстве очень любил комбайны, и так сложилось, что я вот к бабушке ездил в село Настасьевка, и там за двором было кладбище комбайнов, то есть комбайны, которые служили уже всё своё, и вот это были мои карусели, так сказать. Десять лет подряд, каждое лето я приезжал и лазил по этим комбайнам. Хорошо, что мы можем видеть тебя рядышком с нами, потому что если твоя любимая игра была кататься на комбайнах неработающих, то нам очень сильно повезло, что сейчас мы можем наблюдать тебя. И наблюдать площадь Ленина, как видим, погода там туманная, а жаль. Ну вот так вот мы посмотрели на вид Симферополя и Севастополя сверху, а наш корреспондент побывал на всех смотровых площадках города Симферополя для того, чтобы рассказать вам о самых романтичных из них. Настоящая кинематографичная картина. Ночь, автомобиль, правда, желательно кабриолет, и главное, красивый вид на город. Так называемая смотровая площадка. И увидеть это место можно не только на большом экране. Симферополь в этом плане особенно примечательный. Именно туда и отправляемся. Видовая в городе не одна. Более того, даже не две. По самым интересным прямо сейчас и пройдёмся. Поехали. Рассмотреть крымскую столицу можно с разных ракурсов, но никакой вид не передаст картину так широко, как вид сверху. На смотровых площадках люди собираются компаниями или же парами. Огни города хорошо сочетаются с романтичным настроением посетителей. Первое, и, пожалуй, что самая доступная смотровая площадка. Вершины лестницы любви. Во-первых, сюда можно прийти пешком, а во-вторых, подход есть как снизу у подножья холма, так и сверху со стороны старого города. 139 ступеней наверх. И вот он, просторный вид на город. Отсюда видна речка, украшенная зелёными кронами деревьев. Прекрасный вид, чтобы отдышаться после трудного и изматывающего покорения вершины. Подъём-то здесь есть, правда, вот он совсем неприятный. И дело не только в надписях, которые после себя оставили влюблённые художники, но и в мусоре, который лежит здесь повсеместно. Очень жаль, ведь у лестницы действительно богатая история. Первые каменные ступени появились здесь ещё в середине века. Затем лестница была укреплена в годы Гражданской войны. Традиция оставлять любовные послания зародилась ещё во времена Советского Союза, после реставрации сооружения. Для счастья в семейной жизни влюблённые должны целовать друг друга на каждой ступени. Но в нынешних условиях, увы, это невозможно. К Неаполю-Скифскому лучше подбираться со стороны набережной, иначе дорога обернётся тем ещё испытанием для подвески. Плато известно, пожалуй, что каждому жителю столицы. И не просто так. Здесь открывается панорама в 180 градусов. И пусть высота небольшая и видно не все крыши домов, но город не то, чтобы на ладони. Он буквально у тебя в руках. Практически кукольный, игрушечный с такой высоты пейзаж родного города сочетается с могучими массивами крымских гор. Стоя на краю, следует быть осторожным. До следующей точки добраться можно, но осторожно. Повсюду ямы и выбоины, поэтому небольшая скорость, едем аккуратно и бережём автомобиль. Да, что я говорю, сами посмотрите. Самая популярная видовая в городе. Вечером, как поговорят местные, совершенно нет отбоя от автомобилей. И неудивительно. Во-первых, комфортабельный стихийный паркинг, где можно удобно разместить свою карету. Во-вторых, даже специально устроенное место для костра. Правда, вот мусор за собой никто не убирает. Из раза в раз мусор становится актуальной и навязчивой проблемой для культурного отдыха. Природная красота тонет под тонами пластика. Очень жаль, ведь облагороженная площадка в разы приятнее для посещения. Увозите всё, что привезли с собой. Финальная точка нашего путешествия находится прямо возле живых домов. Всё верно, мы прибыли в район самым живописным видом – маршала Жукова. Несмотря на близость расположения к дворовой территории, видовая площадка с потрясающим видом находится в диком состоянии. Но сейчас это меньшее из проблем. Наслаждаться видом местным жителям предстоит совсем недолго. Как нам сообщили, совсем скоро на этом месте будет построено здание, которое и загородит обзор. Но это не единственная проблема. Стоит сказать также и о мусоре, который равнодушный. Посетители оставляют прямо на поросших травой склонах. Иметь возможность насолодиться видами городской суеты, степных просторов и горных гряд одновременно, но при этом совершенно это не ценить. Вот печальный девиз любителей отдохнуть у обрывистых оврагов смотровых площадок столицы. Ну вот мы и показали вам самые зрелищные и уютные места нашего города. Но, пожалуйста, берегите их. Иначе это может превратиться вот в это. Артём Андроновский, Владислав Кравцов. Утро нового дня. На часах 8.00 наша программа продолжается. Уже вторую часть программы «Утро нового дня». И с вами её ведущий Алис Троян Дима Попов. И мы готовы встречать это утро с вами. Мы уже пробудились, полны бодрости и энергии. И если вы только присоединились к нам, то мы очень рады, что вы с нами в одной такой вот замечательной компании. Тем более мы уже трудимся целый час на телеканалах «Перёк Крымский Крым-24». Я напомню, что сейчас четверг. Осталось буквально один день. И вы сможете просто окунуться в выходные и насладиться свободным временем. А сейчас нужно немножко собраться и прорваться вперёд. Да, и узнать о том, что наши корреспонденты подготовили для вас. А подготовили они исключительно хорошие новости, потому что сельхозугодия растут и, соответственно, и наши урожаи также. Вырастим Крымское. В республике увеличили площадь сельхозугодий. Благодаря государственным субсидиям удалось расширить и площадь орошения. Как сегодня аграрии поливают поля полуострова. Об альтернативных способах использования Северокрымского канала в материале наших корреспондентов. Эти поля в Первомайском районе обеспечивают водой две новые скважины. Их хватает на 120 гектаров. Гидрогеологические исследования продолжают, чтобы поливать остальные земли. На следующий год планируем выкопать пруднокопитель, пробудить ещё четыре скважины. Есть программа компенсации затрат на реконструкцию или на новостроящие системы орошения. Я думаю, мы воспользуемся это в следующем году. В 2018 году благодаря государственным субсидиям в Крыму ввели в эксплуатацию больше двух тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В этом цифру планируют увеличить вдвое. В основном это системы капельного орошения на садах, виноградниках, на молодых посадках садов и виноградников, а также овощных культурах. Субсидируется до 70% затрат на один гектар произведённых сельхозтоваропроизводителей. Но не более определённой ставки субсидий. Программа поддержки сельскохозяйственных предприятий рассчитана до 2025 года. Нашли возможности использовать Северокрымский канал. Я передаю слово моей коллеге Анастасии Кошель. В 2014 году подача Днепровской воды в Северокрымский канал полностью прекратилась. Ненадолго он пересох, однако в мае того же года сюда, в советский район, запустили русло реки Карасевка. Теперь при помощи этой воды поливают близлежащие поля. Река Карасевка или Биюк-Карасу в 2014 году спасла здешние земли от засухи. В канал также направлены потоки из Тайганского и Белогорского водохранилищ. В этом году ресурсов для населения достаточно, и крымские власти разрешили местным аграриям закачать воду из канала. Александр Захаров – агроном. Долгие годы занимается выращиванием семян. Его предприятие благодаря местной реке не потеряло возможность производить продукт. Для выращивания одного гектара семенников сахарной свеклы необходимо до 5000 кубических метров воды на один гектар. Получаем разрешение на полив и дальше устанавливаем на канале насосную станцию и качаем воду. Всего в хозяйстве 60 гектаров. Для их полива необходимо 300 тысяч кубометров. Эти объемы сопоставимы с озером небольшого размера. Культура двулетняя, то есть мы сеем ее в августе, она у нас зимует. И убираем на следующий год в августе, поэтому до 10-12 поливов на данную культуру мы производим. В соседнем Кировском районе воду из канала берут на полив фруктовых садов. Вот такая станция направляет ресурс к деревьям. Работают экономно. Орошение капельное. На каждый гектар 3 километра системы. Из канала при возможности создают резерв. В этом искусственном водоеме больше 250 тысяч тонн воды. Ее хватит для полива садов в течение двух месяцев. Среднее потребление воды на полив примерно уходит порядка около 40 тонн на 1 гектар. Полив осуществляется по данным метеостанций, которые у нас есть, измеряет уровень влажности почвы. Благодаря возможности поливать сады, компания увеличит их масштабы еще на 16 гектаров. Сейчас готовят почву. С начала сезона в республике росили уже 4,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Площадь полива удалось увеличить после расчистки рек и укладки новых водоводов. По северокрымскому каналу условия подачи воды для сельхозпроизводителей, они одинаковы абсолютно для всех аграриев республики Крым. Это заключение договора с нашими организациями по заявке той, которую подают аграрии. Пока мы ограничений по количеству воды не делаем. Девять хозяйств сейчас получают воду из канала. Специалисты оценивают этот год как средней по водности и не видят поводов для опасений. Запасов питьевой воды сейчас хватает на год. Оставшийся ресурс направляют на сельскохозяйственные нужды. Анастасия Кошель, Елена Носкова, Роман Ананев, Руслан Князев, Владислав Кравцов. Новости 24. Пить или не пить воду из источника – это один из самых частых вопросов крымских туристов. Ответ теперь можно получить в уникальном каталоге родников. Идея его создания появилась у энтузиастов – нескольких десятков человек, которые обошли полуостров вдоль и поперек. Они не только анализируют качество воды, но и фиксируют точные координаты источника. Рассказывают твою историю? Эта работа заняла около 10 лет и еще продолжается. Наш корреспондент Екатерина Серегина вместе с создателями проехала по маршрутам родниковой карты. Село Клиновка Симферопольского района. Место действительно уникальное. Здесь протекает сразу несколько родников. Самый известный Свято-Георгиевский расположен под холмом, на котором в средние века возвышалась церковь. Сам родник благоустроен. Каптаж выполнен в виде часовни с изображением Георгия Победоносца. Указано, что источник освещен еще в 18 веке. Расписан и состав воды. Как говорят местные жители, она полезна при заболеваниях органов пищеварения, печени, желчного пузыря. Вода пользуется спросом. Люди приезжают из Симферополя постоянно очередя. Ждет сейчас полтора бывает. Есть здесь и уникальная табличка 1916 года с номером, который этому источнику присвоила партия крымских водных изысканий. Она была создана в дореволюционное время для решения проблемы недостатка этого ценного ресурса на полуострове. Именно тогда большинство родников поставили на учет и провели их анализ. Сейчас по всему полуострову насчитывается несколько тысяч родников. Рассказать подробно о других решили энтузиасты на добровольных началах. Уже 10 лет они составляют интерактивную карту источников. Фотография источника или несколько фотографий, иногда видео. Описывается, дается фрагмент карты, и описывается, как его найти, если у вас нет GPS-координаты, история. Усилиями нескольких десятков человек уже описаны 1200 родников и определены геоданные больше 2000. Работа продолжается, ведь, как говорят сами энтузиасты, они на половине пути. Создатели уникального каталога исследуют воду сами и отправляют на анализ в лабораторию. В питьевой воде мы проверяем на аммонийную группу. Это нитраты, нитриты, аммиак и солевой состав. В 90% случаев она пригодна для употребления. Но если вы не уверены, есть способ узнать, можно ли пить родниковую воду. Холодная должна быть вода. Во-вторых, обязательно проточная. Можно предъявить ее прозрачность. И вот этим фактором можно воду пить. Здесь холодная, приятная на вкус вода. Но самое главное, родник должен находиться выше мест жизнедеятельности человека, населенных пунктов дач, ферм. Поэтому из большинства городских источников пить не рекомендуется. Вода может быть мутной, содержать примеси превышения солей и нитратов. Даже если это такое знаковое место, как, например, греческий родник в Симферополе. По преданию грек апостол Савопола в 1857 году получил здесь исцеление. Умывшись водой отсюда, он прозрел в благодарность, благоустроив это место. Но сейчас, по словам специалистов, чудом будет выпить отсюда воду и не навредить своему здоровью. Хотя местные жители все равно им пользуются, несмотря на то, что в этот источник попадает и вода из района старого города, где, как известно, даже нет канализации. Это я не кипячу, сырую пью и варю пищу с нее. Можно и самому сдать воду на анализ в лабораторию под Веномственное министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Использовать родники можно и для общественных нужд. Для этого выдаются лицензии. Но есть условия. Организация проекта зон санитарной охраны в виде трех поясов. Схема водоснабжения, водоотведения. И указываются сроки. Сейчас выдано 70 таких разрешений. В основном на южном берегу Крыма. Родниковой водой обеспечивают жилые дома, социальные учреждения, санатории. Екатерина Серегина, Олег Черемисин и Влад Кравцов. Новости 24. В этом году урожай клубники увеличился по сравнению с предыдущими годами. И говорят, что будет только расти. И не только клубника, но также овощи и фрукты, которые выращиваются в регионе. Тем более, что крымская клубника пользуется большим спросом. Естественно, что если сравнивать ее, тем более, откуда из Египта привозят, из Турции, то наша клубника гораздо вкуснее, сочнее и выглядит куда симпатичнее. Тем более, что даже я находила, когда находилась в Санкт-Петербурге, находила места, где можно было найти именно крымскую клубнику. И она пользовалась огромным спросом. И продавцы с гордостью говорили, что это крымская клубника. Я сам помню, к бабушке приезжаешь летом, и как раз-таки пока июнь есть возможность насладиться этими ягодами. Тем более, профильные министерства отмечают, что численность посадочного материала будет значительно больше. И как в гидромедцентре отмечают, что погода будет благотворительная. И тем более, значит, урожай будет выше на 50% в целом, чем в прошлом году. Ну, пока будем надеяться, что такие прогнозы оправдаются. Да, и хочется узнать, какие же прогнозы погоды на сегодняшний день подготовила нам гидрометеостанция. Давайте посмотрим, что же там будет на полуострове сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Ну, как мы видим, в принципе, в целом погода на полуострове достаточно теплая. В основном где-то средняя температура плюс 22. А вот в Денвере, например, вчера выпал снег. И, конечно, это для них не неожиданность, но все равно действительно в конце мая не очень бы хотелось, чтобы выпадал снег. И там, конечно же, все жители срочно фотографируются для того, чтобы выложить в социальные сети. К счастью, с нами такого не происходит. Сохраняется теплая погода сейчас. Мне кажется, идеальная погода, тем более 45 градусов. Конечно же, это не то, чего мы хотим. Мы хотим 25, вот как обещают нам в Симферополе, как и в Иппатории будет 22. Так что пока все отлично. Ну а что же, ты подготовил специальные картинки, я знаю, для того, чтобы показать нашим телезрителям. Потому что Дима следит за всеми киноновинками. И вот что это? У нас сейчас есть возможность заглянуть на то, что творится на съемочной площадке во время съемки фильмов «Звездные войны», «Восхождение», «Скайуокер». Вот как раз-таки здесь можем мы наблюдать и актеров, и персонажей, которые уже нам, допустим, более привычные. Сейчас ближе к концу сразу пролистаю. Вот мой любимый Чубака. Вот. Я всегда в детстве, он меня пробуждал особый интерес. А кто тебе нравится больше, R2-D2 или Чубака? Чубака. Потому что он живой. Я не знаю. И добрый, мне кажется. Не любишь ты технологии. Тем более не такой многословный, как R2. Тем более D2, и тем более он очень много языков знает. И я всегда думал, это несправедливо. Это в конце мы можем наблюдать новых персонажей, которые появятся в фильме, которые многим еще неизвестны. Никому они, наверное, еще неизвестны, потому что это одновременно Борзая, у которой есть саблезубы, зубы, как у Тигра. Я надеюсь, что это действительно будет очень классно. Видно, какие там анимации сзади, а может, и даже и не анимации. Ну, с другой стороны, на самом деле, люди очень разочарованы последними частями «Звездных войн», которые выходили, потому что с тем культовым фильмом, который был в самом начале, это не сравнится. Ну, конечно. Хотя вот, смотри, фотографии бои на мечах. Я думаю, в детстве нет ребенка, который посмотрел этот фильм и потом не имитировал звуки, не мхал, типа у него есть этот меч, который готов поросить любых своих врагов. Ну, я надеюсь, что с врагами сражаться нам не придется, потому что их у нас не будет. Я предлагаю посмотреть, какие же киноновинки подготовили симферопольские кинотеатры. Ну, кроме кинотеатров, у нас же есть еще и много театров, которые тоже готовы вам что-то сегодня показать. А что именно, узнаете из афиши прямо сейчас. В Государственном академическом музыкальном театре сказка «Гуси и лебеди». Маленьких зрителей ждут яркие краски пестрого хоровода и журчания реки, красавица яблоня и теплая русская печка. «Гуси и лебеди», «Баба-яга», «Гостиная нога». И маленькие зрители, и пришедшие вместе с ними взрослые, будут очарованы красотой и самобытностью народной сказки. В драматическом театре имени Горького пьеса «Сезон любви». Спектакль доказывает, что унывать не стоит ни при каких обстоятельствах. Мир полон музыки и любви. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами. Спектакль создан по пьесе «Мик Лошадья» Фаша «Проснись и пой». Только эта история произошла совсем рядом. Может быть, даже с вашими соседями. Начало в 19.00. В Севастопольском театре имени Луначарского музыкальная комедия «Небесный тихоход». События развиваются в боевом авиационном полку. Летчики громят отступающих фашистов. Спектакль насыщен воодушевляющими музыкальными номерами. Патриотизм и романтические чувства буквально пронизывают эту ностальгическую комедию. Начало в 12.00. В этот день в кинотеатрах премьера Гай Ричи представляет новый художественный фильм «Аладдин». Зрители ждет увлекательное путешествие в Агробу и встреча с любимыми героями. Отважным Аладдином, обезьянкой-воришкой Абу, удивительным и неунывающим джинном. Независимой и гордой принцессой Жасмин. В кинотеатрах в этот день комедия «Отпетые мошенницы». Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Для младшей аудитории – приключенческая история Маугли дикой планеты. В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием они должны дождаться спасения и изучить окружающий мир. Международный. Шестой. Большой севастопольский офицерский бал. Офицерские и гражданские пары со всей России и зарубежных стран. Заявки на участие по телефону 8-978-211-15-05 или на сайте sevball.ru. Мы научим танцевать всех. Ну а до этого в Севастополе могут научить вас кататься на велосипеде, потому что 26 мая, я напомню, что будет там велопробег и велопобеда. Будет он начинаться в 10.00 на площади Нахимова. Если вдруг вы счастливый обладатель двухколесного, то отправляйтесь туда, маршрут вам сообщат. Но если вдруг вам это интересно, то начнется он по улице Большой Морской, через улицу Гоголя, пройдет к улицу Музыки, потом на улицу Ленина и закончится это все на площади Нахимова в 13.00. Алиса, вот жила бы ты в Севастополе, тоже поехала бы? Я жду, когда в Симферополе и в Севастополе сделают велодорожки. Тогда я обязательно буду на работу добираться только таким способом. А есть у тебя велосипед? Будет, когда будут велодорожки, тогда появится и велосипед, боюсь по дорогам ездить. Ну я бы тоже, конечно, с удовольствием гонял бы на велосипеде, хотя помню детство гонял на BMX, на BMX, на таблетке, так называемое у нас место, где можно погонять в Симферополе, где скейтеры часто собираются, ребята на ролике. В общем, кто там гоняет, катается, всем привет. Ты объясни, пожалуйста, что BMX это велосипед, на котором... Да, он такой маленький, небольшой и легкий, на нем удобно всякие трюки делать. Но я в детстве особо в этом не практиковался, и у меня даже не было учителя. Я бы очень хотел, если в свое время мне ребята, которые сейчас там ездят, показали пару трюков, я бы с удовольствием, будет время, уже бы их осваивал. А вот у нас есть следующая новость. У нас на Керченском мосту прошли учения МЧС. Там были сотрудники и Краснодарского края, и Крыма. В общем, легенда учений какова была. Там загорелась якобы машина, и они за считанные минуты прибыли на место и ликвидировали, в общем, эту аварию. Совсем недавно, кстати, в Керчи сотрудники МЧС ликвидировали три боевые боеголовки времен Великой Отечественной, которые были найдены рабочими. Они были... эти авиабомбы были успешно уничтожены на специальном полигоне с соблюдением максимальных мер безопасности. Как говорят специалисты, что они до сих пор сохраняли свою способность. Такие вот как раз-таки военные находки, очень негативные, продолжают оставаться в Крыму, к сожалению. Но я надеюсь, что совсем скоро от них не останется и следа, останется только память о Великой Победе. Вот в Феодосии прошла акция «Дорогами Победы», на которой школьники вспоминали своих великих родственников, о которой мы вам сейчас расскажем. Более двух тысяч евреев были расстреляны на окраине нашего города. Вся промышленность была уничтожена. Человечество коснулось большая беда. Это не просто рассказ о подвигах тех, кто отстаивал Родину. В Феодосии стартовал проект «География Победы». Память о собственном герое живет в каждой семье. Цель мероприятия – поделиться ей. Узнав от родителей о том, через что пришлось пройти прадеду, Анастасия решила сделать все, чтобы память о нем не угасла никогда. Призван 41-м в Краснодарский край. Защищая Краснодар, он был ранен. Но после лечения в госпитале он снова вернулся на войну. И закончил войну уже в 1945 году, дойдя до Кёнигсберга. Черно-белые снимки, документы и другие реликвии. Каждая деталь дополняет рассказ старшеклассников. Помогает понять отчетливее, что происходило на полуострове во время Великой Отечественной. Заставляет задуматься о цене победы в период тягот и лишений. На вокзале стоял гул. Стоны и плач матерей, детей, которых заталкивали в товарные вагоны эшелона. Ехали долго, в полной темноте. Дневной свет попадал через расширенный. Привезли на авиационный завод в городе Бремен, находившийся в лесу под землей. Жили в барахах, водили на работу под присмотром полиции. Это правильный шаг. Правильный для того, чтобы ребята могли все-таки запомнить, чтобы это отложилось у них в память. Для меня, я не сомневаюсь, это память до конца жизни. 29 декабря 1941 года Феодосия была освобождена в результате спланированной и проведенной Керченской кодосийской десантной операции. Мы очень много внимания уделяем военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И я хочу заметить, что действительно наши дети, наверное, стали более внимательны к старшему поколению. В проекте, приуроченном к 75-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, приняли участие все феодосийские школы. Более 10 тысяч учеников. Его итогом станет создание интерактивной карты полуострова. На ней организаторы отметят места, где служили герои, родственники этих детей. Что еще раз подчеркнет, победить в самой кровопролитной войне можно было только сообща. Газдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафных санкций за отказ инвалидам, пожилым людям, заболеваниями в доступе к товарам и услугам. Как пример приводят ситуации, когда людей на инвалидной коляске не пускают в какие-то заведения какого-то характера, например, в общепит и прочее. За это будут штрафы. И искренне надеемся, что как раз-таки денежная оплата от таких неприятных ситуаций снизит статистику. Должностное лицо предлагается наказывать в рамках административного кодекса штрафом в размере до 30 тысяч рублей, а юридические лица до 100 тысяч рублей. Скорее всего, как раз-таки штрафы повлияют как-то на благожелательность людей, которые в этой сфере работают. Это действительно пугает такая ситуация, когда людей побуждает именно следить за другими людьми, у которых особые потребности, именно финансовая составляющая. Будем надеяться, что в первую очередь это конкретно будет побуждение сердца. А у нас есть возможность окунуться немножко в историю. 128 лет назад впервые на воротах появилась именно сетка. Потому что до этого 500 лет люди играли без нее. Я напомню, что в принципе футбол появился в Англии. Это был 1300 год, если я не ошибаюсь. А до этого подобная игра, похожая на футбол, появилась в Китае. Назвали ее Сюджу. Интересно. А как, в принципе, отличались правила? Как они формировались? Заинтересовался этим вопросом? Я думаю, скорее нужно будет больше обратить внимание на сходство, что там и там был мяч, и нужно его было доставить в определенную точку. Ну, в принципе, подобных игр, конечно, больше. А сейчас много. Ну, я думаю, это было в первую очередь связано с тем, что этот мяч пинали ногами. В отличие от многих игр с мячом. Ну, мы можем сейчас поиграть в игру о том, какой сегодня праздник. Потому что у нас ежедневно какие-то знаменательные события происходили в истории. О них мы сейчас поговорим. 23 мая 1592 года Инквизиция арестовала Джордана Бруно. Итальянского философа и поэта обвинили в ереси. Общество, во главе которого была церковь, сочло богохульными и опасными для масс его изречения о том, что земля круглая и вращается. Отказу от своих взглядов мыслитель предпочел казнь. 23 мая 1618 года началась 30-летняя война за экономическое первенство и превосходство вооружения в Священной Римской империи и Европе. Основная часть боевых действий прошла на территории современной Германии. В результате лишь треть населения всей страны пережила эти страшные события. Многим областям потребовалось больше века, чтобы восстановиться от последствий войны, экономического и социального упадка. 140 лет назад Иван Тургенев стал доктором гражданского права в Оксфордском университете. Великий русский писатель, первый романист, который удостоился такой чести. В этот день, в 1930 году, газета «Комсомольская правда» награждена Первым Орденом Ленина. Такие знаки отличия вручали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, а также за укрепление мира и дружбы между народами. 23 мая 1934 года состоялся первый полет крылатой ракеты, спроектированной под руководством Сергея Королева. Она смогла выполнить фигуры высшего пилотажа, но не по расчетной траектории. В последующих моделях пришлось многое доработать. В этот день, 27 лет назад, между странами-участницами Союза независимых государств и Соединенными Штатами Америки подписан Лиссабонский протокол. Таким образом, вступило в силу ограничение стратегических наступательных вооружений. Украина, Казахстан и Белоруссия обязались ликвидировать ядерные боеголовки. А сейчас у нас самое время обратить свой взор на стоимость топлива для ваших железных коней. Итак, узнаем, сколько стоит газ. 26 рублей 41 копейку. Дизельное топливо 50 рублей 31 копейку. 92-й 46 рублей 27 копеек. 95-й 50 рублей 4 копейки. И 98-й 56 рублей 39 копеек. Итак, немножко секунда новостей экономики в Крыму. Итак, как профиль на Министерстве туризма отмечает, что стоимость отдыха в Крыму в этом году снизилась на примерно 6-7%. Это связано с тем, что многие люди сейчас бронируют заранее свой отдых, а точнее места в отелях и не только. Поэтому вот как раз-таки за счет бронирования все это и снизилось. Обратите внимание на курс доллара и евро. Итак, они выросли по сравнению с предыдущими показателями. Доллар 64 рубля 53 копейки. Евро 71 рубль 96 копеек. Почти 72. Интересно, да, конечно. Сколько бы, какая ситуация сейчас в юане. Потому что недавно произошла очень забавная ситуация. Китаянка заказала в автомобильном салоне транспортное средство стоимостью 190 тысяч юаней. Это примерно 1,7 миллионов рублей. И она решила расплатиться за покупку шестью мешками с монетками. У сотрудников ушло три дня для того, чтобы пересчитать всю сумму. Ну, в принципе. Удивительно, это она копила так? Да, она действительно копила. И ей было гораздо удобнее просто притащить эти мешки с монетками. Да, да, да. Чем просто переводить это все в банк. Потом ждать, когда это все пересчитают. И потом обратно. Поэтому она решила так вот поступить и не пожалеть совсем сотрудников автомобильного салона. Ну, знаешь, я подобные случаи слышал о подобных случаях в России. И в первую очередь они напрямую связаны с тем, как люди выплачивали свои какие-то долги, которые не хотели выплачивать. И таким образом они как бы мстили банку. Но на самом деле создавали много неприятностей и трудностей для его работников, которые такие же люди и нуждаются в отдыхе, и не хотят заниматься вот такой вот непростой, прочной работой. Ну, а наш корреспондент пособирал еще забавных ситуаций в мире интернета и готов вам их показать. Самый необычный праздничный торт. За салатким кремом скрывается неожиданный сюрприз, но и тут не все так просто. Герой видео сначала с недоверием тянет за ленточку. Но как только обнаруживает бумажку, все становится на свои места. Только оказалось, что это не один доллар, а целая лента. Такой вот универсальный подарок. И вкусно, и выгодно. Внимательность на дороге обязательна для всех, и даже для больших машин с мигалками. В сеть попали кадры железнодорожной аварии сразу с двух ракурсов. Полицейский автомобиль, пропустив первый состав, сразу двинулся через переезд, проигнорировав сигнал приближающегося с другой стороны поезда. Удар огромной силы отбросил внедорожник на обочину. К счастью, пострадавшие делались лишь легкими ушибами. В высоком разрешении. Впервые в истории поверхность земного шара сняли в одном из самых передовых разрешений – 4К. Ролик с голубой планетой во всей красе разлетелся по сети. Неудивительно, кадры – завораживающие. Были сняты египетским спутником, созданным российскими специалистами. Вовлеченность этого пушистого героя принесла ролику с ним сотни тысяч просмотров. Усатый неотрывно следит за кадрами исторической баталии на экране телевизора. Напряжение настолько велико, что спокойно не усидишь. Кот, по всей видимости, очень переживает за своих любимых персонажей. Ну, а может и кино, вправду интересное. День превратился в ночь. Автор этого видео попал в настоящую песчаную бурю. Пыльное облако буквально застелило собой небо. Сквозь бежевую мглу навстречу проносятся еле заметные в этом хаосе автомобили. Несмотря на отсутствие какой-либо видимости, отважный водитель все равно продолжил движение. На вершину вулкана можно подняться по многим причинам. Как минимум, чтобы испытать себя, насладиться видами и даже сделать предложение. Именно таким необычным финалом закончилось приключение молодой канадской пары. После слез радости девушка ответила «да». После, правда, призналась, что хотела бы поскорее спуститься, так как еле стоит на ногах. Уверяем, такого вы еще точно не видели. Авиаконструкторы-любители из Японии запустили необычный самолет. Все дело в том, что пилотом оказалась специально обученная курица. После стремительного взлета Асу пришлось немедленно катапультироваться. Причем не на своих двоих крыльях, а на удобном парашюте. Приземление прошло удачно. Вопрос, зачем, авторы ролика оставили без ответа. Продолжая забавные новости из интернета, хочется отметить, что супруги из испанского города два года страдали от непонятного шума, который раздавался в спальне. Они даже думали, что, может быть, это стиральная машинка у соседей. Они не понимали, откуда источник звука, пока не оказалось, что у них в стене жил рой пчел. Они обратились к пчеловоду, который сказал, что живут они там около двух лет. Вся стена была в сотах пчелиных, и для того, чтобы изъятие оттуда потребовалось 7 часов. Рой составлял примерно более чем 80 тысяч пчел. 80 тысяч! Ты представляешь? Я представляю, какие там залежи меда в стене оказались. И самое забавное, что пользователи даже вспомнили фрагмент из мультика про Карлсона, когда Фрейкинбок спрашивала, в каком ухе жижит. Вот, видимо, так ведь и супруги не могли спать и думали, откуда же жижит. Дело в том, что деревьев становятся меньше с каждым годом. И, видимо, пчелы облюбовали себе это место для поселения. Я думаю, здесь может и плюс быть в том, что они, может, прогоняли каких-то других насекомых, если они, допустим, жили на каком-то дачном, как дачный участок. Да, там муравьи бывают или еще что-то, термиты некоторые боятся. А тут они подходят и понимают, что здесь огромная банда, в общем, желто-черных, рыжих хулиганов, которые тут варят свой мед и оберегают этих людей. Я думаю, все равно какой-то вот такой вот пользы с такого сотрудничества была. Но вот сейчас готов, просто уверен в этом, что скоро пчел в нашем парке воронцовком будет значительно больше. А вот о том, как сейчас там обстоят дела, подробнее в следующем материале. По кустам ходить нельзя, по газонам нельзя, запрещено. Людмила – охранник в ботаническом саду КФУ. За два года работы ее уже стали узнавать в городе. Так много людей посещает это место. Главная обязанность – женщины следить за порядком. Ведь за гостями нужен глаз да глаз. Кто по клумбе пройдется, а кто и мусор оставит. Всех нарушителей остановит свисток Людмилы. Вы знаете, когда ты работаешь в розаре, где рост везде, всякого вида, особенно очень хорошо утром, в 5 часов утра мы работаем ночью, вот, поэтому утром птички поют, запах не вообще ужасный, очень вкусный, ароматный. У меня подружка говорит, ты знаешь, ты, говорит, работаешь в раю. Людмила – из тех женщин, которая предпочитает пышным букетом цветы в саду. Здесь у нее есть любимые растения, и она с трепетом ждет, когда их бутоны вновь распустятся. Белый с розовым, красный с белым и бордовый такие. Тут три цвета на этом цвету. А вот здесь розы белые, вот это вот куст белый. Вот я рассказываю, у меня аж мурашки по телу идут. Тут очень красиво. Тут бордовые, вот этот куст тоже красивый, очень большие цветы. Впереди столько месяцев, когда можно полюбоваться цветущими растениями. Если отцвели одни садовые культуры, на смену им придут следующие. Совсем недавно раскрылись пионы. Ежегодно многочисленные посетители приходят насладиться красотой и буйством красок. Я уже много лет прихожу, когда цветут здесь пионы, и я очень часто посещаю. Парк мне очень нравится, здесь очень красиво, очень ухоженно. В парке множество различных зон. Пестрые клумбы розария незаметно для глаза сменяют лиловые ветви сирени. Кленовые, сосновые, каштановые, еловые аллеи защищают парк от солнца в жаркое время. Уйти от городской суеты, подышать свежим воздухом, прогуляться с семьей и просто укрыться под сенью деревьев любят симферопольцы и гости города именно в этом парке. Для горожан это возможность прикоснуться к природе, не выезжая в лес. Расслабиться и восстановить измотанные городской суетой нервы. Да и просто посмотреть на цветущие растения. Думала розы расцвели, еще они расцвели, но пройду, когда расцветут. Я пришел любоваться сюда весенним цветением, слушать птиц. И, конечно, тут, наверное, самый свежий воздух среди всех симферопольских парков. И тут иногда можно встретить красивых девушек. Наслаждаясь красотой и ароматами, невольно забывая, что это территория университета. Здания отведены для образования. Будущие биологи, филологи, журналисты и преподавательский состав удачно расположились здесь, среди живописных видов и тенистой прохлады парковой зоны. В парке располагается учебный корпус, где занимаются студенты. Представляете, насколько им повезло? Ведь коротать перемены и окна между парами можно в такой прекрасной атмосфере. Думаю, что некоторых из них здесь посещает муза. Исторические достопримечательности – одни из самых главных ценностей сада. Дом-дворец графа Воронцова украшает центральную часть аллеи. Здание, выполненное в классическом стиле начала 19 века, поражает своей необычной задумкой. Впрочем, есть рядом еще один не менее важный памятник. Это здание, крытое черепицей с миноретами, выполненное в мавританском стиле, часто привлекает внимание гостей парка. Именно здесь когда-то жил основатель парка Академик Палас. Вход на территорию бесплатный и всегда открыт для посетителей. Поэтому за вдохновение может отправиться на прогулку сюда каждый желающий. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Я напомню, что у нас в гостях начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Васильевна Любецкая. Вы меня не подготовили. Не переживайте, все у нас замечательно. Хорошо. Ну расскажите, что у нас уже настало время радоваться от потеплений? Конечно, настало. Сегодня и завтра, преимущественно без осадков, температура воздуха довольно высокая, 22-27 градусов. В выходные дни попечальнее территорию полуострова посетит холодный фронтальный раздел, который принесет кратковременные дожди, грозы, понижение температуры воздуха до 20-25 градусов. А вот на следующей неделе можете наслаждаться. Тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую, жаркую погоду. Кому как нравится. Начало недели 25-30, конец недели 27-32. То есть уже настоящая летняя погода. Можете радоваться. А вот я читал, что по факту, говорят по статистике, что ваши предсказания от подобных гидрометцентров помогают избежать экономических потерь на 40%. Вот скажите, кто к вам в первую очередь обращается, кому интересно, особо актуально знать эти показатели? Все отрасли экономики, которые зависят от погоды. Плюс вы, население, так скажем. Вы же интересуетесь, будет дождь или нет, брать вам зонтик или нет, перейдете вы улицу или нет. Почему большой экономический эффект от этого? Ну, представляете, за двое суток мы даем штормовое предупреждение о том, что в городе Симферополе ожидаются сильные ливни. Что нужно предпринять администрации нашего города? Что надо предпринять? Если у нас будет приостановлено автомобильное движение, если будут заторы на улицах, если будет подтопление зданий, то есть, я думаю, их меры такие проверить ревневки, куда будет стекать вода. Есть достаточно много времени, чтобы это продумать. Когда мы ждем сильный снег, все предупреждены, особенно органы власти, они тоже знают, что нужно делать, убирать этот снег. А уж как они работают, не нам судить. Но мы выполняем свою задачу, я считаю, что вполне достойно. А вот такая ситуация, что сейчас, например, обещали, что в среду будут дожди очень сильные, но, тем не менее, вчера был очень теплый день и не было совсем никакой облачности. Сегодня зато есть. Как это связано? Нет. Вчера были дожди, а в Симферополе не было. А в восточных районах Крыма... Крым же большой. Мы когда конкретно прогнозируем по городу, по городу мы не ожидали сильных дождей. А вот по отдельной части территории, в том числе в восточных районах, мы ждали сильные дожди, грозы, град, что на самом деле наблюдалось. Ну, даже вот так в Симферополе, да, в одной части города прошел дождичек, в другой нет. А вы судите, вот, обещали, без осадков давали, а дождь идет. Вы меня поняли. По территории, территория хоть и небольшой Крым, но очень различается погода. Татьяна Сильевна, а вот вы слышали такое, что говорят, вот, через месяц мы ожидаем... Насколько точными, вот, можно считать, прогнозы на неделю или вот на время такое? Порог предсказуемости прогнозов 14 дней. И не более. Когда вам прогнозируют, какая будет зима, какое будет лето, это, я считаю, шарлатанство. Потому что детализированно составить прогноз погоды на такой большой период науки невозможно. Почему невозможно? Потому что мы еще не знаем, даже, какие барические образования, где образуются. Плюс у нас мало наблюдений над океаном, вы понимаете, да? А когда воздушная масса идет над океаном, мы не знаем, какое барическое там образовалось, образование, циклон, который резко изменит погоду, или антициклон с однородным характером погоды. Поэтому составляются статистические прогнозы погоды гидрометцентром России, которые включают в себя отклонение температуры от нормы и осадков от нормы. Но я думаю, потребителям это не очень интересно. Вам интересно знать, в конкретно какой день какая будет погода. А как можно доверять приметам? И насколько вы считаете, они работают или не работают? Ну, кому нравится, пусть доверяют. Приметы, если они обновляются, то они учитывают какие-то новые изменения климата. Но поскольку у нас чистая наука, мы составляем прогноз погоды по гидродинамическим моделям атмосферы. Поэтому, конечно, мы даже в окно не выглядываем. Татьяна Витальевна, а могли бы уточнить, допустим, вы говорите приметы, не приметы, но все же, допустим, если у нас было довольно холодно на протяжении последних двух месяцев, по сравнению с прошлыми годами, то можно как-то спрогнозировать в этом направлении что-то на лето? То есть, я так кажется, если вот сейчас холодно, а уже почти июнь, наверное, будет холодно, жарко в сентябре. Ну, потому что как будто словно сдвигается целый сезон. Почему считаете сейчас холодно? Сейчас у нас средняя суточная температура воздуха идет на 2-3 градуса выше многолетней нормы. А то есть, вы ориентируясь на прошлые годы, вы, в принципе, можете сказать, что сейчас вот все по стандарту идет? Нет, мы не ориентируемся на прошлые годы, мы ведем статистику, конечно, наблюдаем, какая была погода в прошлые годы. Но вы сами знаете, что самый жаркий месяц в Крыму – это июнь, правильно? Июнь, да, конечно. Июнь тоже жаркий, и август. Ну, поэтому, что я могу вам сказать, какое будет лето? Лето будет разное. Периоды теплой погоды будут сменяться периодами холодной погоды. Так устроена атмосфера, она динамична. В ней все время происходит движение воздушных масс, правильно, как вы сказали. За холодным обязательно приходит тепло. Татьяна Васильевна, очень благодарим вам. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. А у нас сейчас самая пора перейти к нашей следующей рубрике «Крым онлайн». На федеральной трассе Таврида столкнулись два грузовика и пассажирский автобус. Видео с места страшной аварии уже появилось в социальных сетях. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из грузовиков уснул за рулем. На одной из улиц Симферополя камеры наблюдения засняли весьма неприятную картину. Двое мужчин набросились на третьего и жестоко его избили. Даже когда потерпевший упал на пол, ему не перестали наносить удары. Полиция уже задержала подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Нас не обманешь. На прошлой неделе администрация поселка Гвардейская отчиталась об уборке несанкционированных свалок на кладбище. Жители не поленились и проверили. Их возмущению нет предела. Неясно одно, то ли кто-то уже успел намусорить, то ли власти хорошо пользуются фотошопом. Ни стыда, ни совести, ни страха на улице Кымской столицы орудуют цветочники. Они могут средь бела дня прямо с вашего подоконника забрать горшок с гортензией. Или вырвать только посаженное растение с корнем. Берегите свои клумбы. В здоровом теле здоровый дух. На спортивной площадке в парке имени Гагарина на возраст никто не смотрит. Упражняется и стар, и млад. Мужчина на видео тому пример. Только посмотрите, как быстро и ловко он двигается. А сейчас у нас самое время добиться внимания водителей. Если они сейчас едут и слушают нас чудом, или если собираются только выехать, как им лучше поступить и по какому пути направиться по Симферополю к себе на работу. Итак, если вы будете ехать по улице Кички-Менской, будьте очень осторожны. Потому что там произошла небольшая авария. И если вы направляетесь ближе к центру, к кольцу, то, конечно же, лучше выбрать другой путь направления. Объезжать, ну, не знаю, наверное, лучше по Куйбышево. Если вы ближе с Марьиной стороны едете, тогда, наверное, так. А так, возможности объехать тут особо нету. И придется в небольшой пробочке постоять. Ну, она совсем небольшая. А если вы едете со стороны, с центра, с границем города, тогда все будет значительно лучше. Далее. Обратим внимание на кольца. Кстати, что сегодня действительно радует. Так что, в целом, обратим внимание на карты Крыма. Особо больших пробок, как и прежде, в более холодную пору, мы наблюдать не будем. Хотя самая критическая точка остается по-прежнему стабильная. Это Куйбышевское кольцо. И если вы направляетесь с проспекта Победы, то пробки вам не миновать. Конечно же, вы можете поехать по улице, допустим, Стахановцев. Или это у нас улица Грибоедова. Таким образом, вам немножко удастся сократить эту пробку. Итак, обратим внимание также на стабильное место наше, которое притягивает любителей постоять в пробках. Это улица Русская. И мы можем наблюдать, что в сторону города и из него выезжая, вы столкнетесь с проблемами. Поэтому, конечно же, обратите свое внимание на улицу Севастопольскую. Сегодня там ситуация значительно лучше, чем в предыдущие дни. Вот так вот. Если в целом обратить на Крым внимание, да? Мы обращаем внимание на Ялту еще, где у нас есть пробочки, и Севастополь. Ялта нас сегодня радует. Хотя, когда там едешь, действительно удивляешься, как такой небольшой городок, где такие тонкие улицы. И люди там проезжают свободно и спокойно. А вот в Севастополе мы можем отметить, что, в принципе, по всему городу много небольших участков, где придется постоять. Вот самый из них, такой вот, где сейчас проблема особо остро стоит, это проспект генерала Острякова. Кстати, хочется отметить, что в ночь на пятницу, то есть это сегодня вечером 22.00, будет и до 7 утра это будет происходить. Будет перекрыта Евпаторийская развязка, поэтому будьте внимательны, там будет укладываться асфальтобетон. А наш корреспондент проехался по самым разным смотровым площадкам Симферополя, и сейчас вам об этом расскажут. Настоящая кинематографичная картина. Ночь, автомобиль, правда, желательно кабриолет, и главное, красивый вид на город. Так называемая смотровая площадка. И увидеть это место можно не только на большом экране. Симферополь в этом плане особенно примечательный. Именно туда и отправляемся. Видовая в городе не одна. Более того, даже не две. По самым интересным прямо сейчас и пройдемся. Поехали. Рассмотреть крымскую столицу можно с разных ракурсов, но никакой вид не передаст картину так широко, как вид сверху. На смотровых площадках люди собираются компаниями или же парами. Огни города хорошо сочетаются с романтичным настроением посетителей. Первое и, пожалуй, что самая доступная смотровая площадка. Вершины лестницы любви. Во-первых, сюда можно прийти пешком, а во-вторых, подход есть как снизу, у подножья холма, так и сверху, со стороны старого города. 139 ступеней наверх. И вот он, просторный вид на город. Отсюда видна речка, украшенная зелеными кронами деревьев. Прекрасный вид, чтобы отдышаться после трудного и изматывающего покорения вершины. Подъем-то здесь есть. Правда, вот он совсем неприятный. И дело не только в надписях, которые после себя оставили влюбленные художники, но и в мусоре, который лежит здесь повсеместно. Очень жаль, ведь у лестницы действительно богатая история. Первые каменные ступени появились здесь еще в середине века. Затем лестница была укреплена в годы Гражданской войны. Традиция оставлять любовные послания зародилась еще во времена Советского Союза, после реставрации сооружения. Для счастья в семейной жизни влюбленные должны целовать друг друга на каждой ступени. Но в нынешних условиях, увы, это невозможно. К Неаполю-Скифскому лучше подбираться со стороны набережной, иначе дорога обернется тем еще испытанием для подвески. Плато известно, пожалуй, что каждому жителю столицы. И не просто так. Здесь открывается панорама в 180 градусов. И пусть высота небольшая и видно не все крыши домов, но город не то, чтобы на ладони. Он буквально у тебя в руках. Практически кукольный, игрушечный с такой высоты пейзаж родного города сочетается с могучими массивами Крымских гор. Стоя на краю, следует быть осторожным. До следующей точки добраться можно, но осторожно. Повсюду ямы и выбоины, поэтому небольшая скорость, едем аккуратно и бережем автомобиль. Да, что я говорю, сами посмотрите. Самая популярная видовая в городе. Вечером, как поговорят местные, совершенно нет отбоя от автомобилей. И неудивительно. Во-первых, комфортабельный стихийный паркинг, где можно удобно разместить свою карету. Во-вторых, даже специально устроенное место для костра. Правда, вот мусор за собой никто не убирает. Из раза в раз мусор становится актуальной и навязчивой проблемой для культурного отдыха. Природная красота тонет под тонами пластика. Очень жаль, ведь облагороженная площадка в разы приятнее для посещения. Увозите все, что привезли с собой. Финальная точка нашего путешествия находится прямо возле живых домов. Все верно, мы прибыли в район самым живописным видом – маршала Жукова. Несмотря на близость расположения к дворовой территории, видовая площадка с потрясающим видом находится в диком состоянии. Но сейчас это меньшее из проблем. Наслаждаться видом местным жителям предстоит совсем недолго. Как нам сообщили, совсем скоро на этом месте будет построено здание, которое и загородит обзор. Но это не единственная проблема. Стоит сказать также и о мусоре, который равнодушный. Посетители оставляют прямо на поросших травой склонах. Иметь возможность насолодиться видами городской суеты, степных просторов и горных гряд одновременно, но при этом совершенно это не ценить. Вот печальный девиз любителей отдохнуть у обрывистых оврагов смотровых площадок столицы. Ну вот мы и показали вам самые зрелищные и уютные места нашего города. Но, пожалуйста, берегите их. Иначе это может превратиться вот в это. Артем Андроновский, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Действительно надеемся, что люди, посмотрев на такой материал, на такой сюжет, будут впредь более бдительны, аккуратны. Мест у нас прекрасных действительно много. И приезжают к нам вот сюда коллеги, многие, которые сейчас сотрудники нашей телекомпании здесь трудятся. Они приезжают с разных регионов нашей необъятной страны. А у нас сейчас как раз есть возможность пообщаться с нашей коллегой, ведущей новостей, Гульнарой. Она у нас из Тюмени. Вот она приехала к нам в гости. Но уже, можно сказать, она вся своя, уже местная. Гульнара, приветствуем тебя. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Рада видеть вас. Расскажи, что именно тебя привело к нам в Крым? Конечно же, климат и красота. Да, окружающая природа, ну и люди, соответственно. А вот, Гульнара, можешь уточнить, какие места особо тебе нравятся и привлекают, где ты любишь отдыхать? Да, раскрою небольшой секрет. Я люблю отдыхать на косе Беляус. Бесконечный белый песок, пляж, спокойное море. Относительно бывает и штормит, и минимум людей. Знаешь, я разделяю твои убеждения. Ну и в целом, конечно же, людям большинству приятнее отдыхать у моря. А вот мне особо радует Бахче-сарай, не знаю. Особенно, причем весна, самая такая пора, пробуждение. И когда ты видишь там козлят, барашков, которые пасутся, я не знаю. Но они мне просто как отдушина. Прям вот хочется радоваться, улыбаться вместе с ними, там ползать травку. Радоваться, улыбаться вместе с козлятками. Да, они очень такие милые, мне кажется, они всегда улыбаются. Такой ты няшный. Новости в сегодняшней повестке дня будут тоже радостными. Сегодня мы покажем сюжет о том, какие проблемы обсуждались на выездном заседании по проблемным вопросам судака. Расскажем о громком задержании сотрудников полиции в Керчи. А также наши корреспонденты подготовили репортаж об уникальной родниковой карте Крыма. Она дает ответ на вопрос, стоит ли пить воду из источников, которые есть на полуострове. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного. Гульнара, спасибо тебе большое за ответы. Желаем тебе классных эфиров, чтобы у тебя все было здорово. И вам хорошего дня. Хороших новостей. Ну а нам пора с вами прощаться, потому что наша программа подходит к концу. Но мы с вами не прощаемся, только говорим вам до завтра. Нам очень приятно было встречать это утро с вами. Спасибо, что были с нами в одной компании. Такого дня больше не будет. Желаем вам удачи. У вас все точно получится. Пока-пока.